Друзья, всем привет! Настало время рассказать пару слов про мою новую фотоловушку. Вот она у меня сейчас стоит на приваде, даже возможно сейчас меня снимает. Вот она у меня сейчас стоит на приваде, даже возможно сейчас меня снимает. Силок 308. Вот здесь у меня привада была. Вот так я ей уже пользуюсь лето. Ну там июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Короче, 5 месяцев я ей пользуюсь, в нескольких локациях ставил. Могу несколько слов уже про нее сказать. Очень хорошее качество видео, просто офигенное, я бы сказал, качество видео. Потом увеличенный угол обзора позволяет с очень близкого расстояния снимать большую площадь. Там какая-то хитрая линза, поэтому когда зверь, лось или кто-то выходит, кажется таким плоским, потом он уже в нормальном своем виде предоставил, 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 вот. Шесть аккумуляторов в ней, поэтому обычная работа по времени немножко меньше, чем на стандартных фотоловушках с восьми аккумуляторами, но незначительно. То есть месяц она без проблем работает, вот, снимает в формате, по-моему, Full HD или даже чуть выше, там вроде 1440 значения. Короче, чуть-чуть повыше, чем Full HD. Хорошее качество видеозаписи меня устраивает. Фотографиями я с ней не пользуюсь, снимаю только видео, вот. Ну, в принципе, в принципе, все, менюшка достаточно удобная и легкая, все на русском языке, управление тоже легкое. На всякий случай я поставил пароль на нее, вот. Хотя, для кого этот пароль нужен? Меня тут до этого фотоложку украли, ну, что, мне легче, что ли, от того, что там пароль установлен, тем более его там, вроде бы, даже и не было. Ну, короче, можно привязать, кстати, вот, тут есть такое специальное крепление. Вот сюда можно какой-нибудь железный трос и, там, я не знаю, на замок привязать. Но, опять же, кто хочет, там, ну, дерево спилить, там, в конце концов, и украдет эту фотоловушку. Вот, ну, да ладно, это лирическое отстопление. Короче, хорошая фотоловушка, мне нравится. Когда ставим фотоловушку, вот, установили ее как надо, да, и слегка наклонили, чтобы, ну, осадки не заливали камеру. И микрофон, микрофон у нее, вот он, то есть вот так вот чуть-чуть нужно наклонить. Вот, и еще обязательно вот эту вот всю растительность, вот эти вот палки, вот эти все ветки, которые тут есть, их вообще нужно убрать, потому что, потому что небольшой ветерок, и эти все ветки у вас будут, скажем так, фотоловушка будет срабатывать. Ну, это еще, скажем так, полбеды, если она несколько раз у вас на этих ветках срабатывает. Самое неприятное, это когда ночные кадры у вас будут, и получается, если между фотоловушкой и объектом съемки есть какая-нибудь травина, засветка попадает на травину, и вам просто зверька, ну, или за кем вы там наблюдаете, будет очень плохо видно. Поэтому обязательно перед фотоловушкой надо примять всю траву по возможности, ветки какие-то убрать, вот. И уже после этого можно, можно эту фотоловушку оставить в покое и ждать, пока на нее кто-то придет.